Радио Болтком Рита, Ольга, здравствуйте! Как хорошо, что у нас все со связью наладилось, мы нормально вас видим. И сразу первый вопрос, какое у вас с утра настроение? Вы вообще с каким настроением просыпаетесь? Слушайте, ну, когда светит солнце за окном, у меня всегда прекрасное настроение. Я обожаю солнечное утро. Это невероятно заряжает позитивом, хочется жить. Радуешься, радуешься, радуешься. Ну вот, и вы улыбаетесь, и у нас сразу тоже хорошее настроение. Мы проанонсировали нашу встречу так. Встречаем без сну со Светланой Сургановой вместе. Ваше любимое время года. И как вы к весне относитесь? Может быть, осень, как у Пушкина. Слушайте, ну, я полигамна в этом смысле. Я люблю абсолютно все времена года. Меня очень воодушевляет осень. Да, тут я с Пушкиным согласна. Меня очень драйвит, если так можно позволить себе высказаться. Весна. Весна – это, наверное, самое драйвовое время года. Конечно, пробуждение соков, пробуждение гормонов, пробуждение фантазий. И это я на себе очень ощущаю. Сейчас. С другой стороны. Хорошо меня слышно? Все в порядке? Да, 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 отлично. Отлично. С другой стороны, почему-то так повелось, что осень – это весна. Это абсолютно энергозатратное время, потому что вроде бы как конец зимы, гиповитаминоз, тут во мне немножко доктор говорит, да, такой упадок сил, и нужно особенно цепляться за жизнь, которая начинает расцветать буйным цветом. И обещает. Очень двойственное ощущение. И обещает много хорошего. Мы в студию принесли, вы видите? Подснежники, Светлана. Это виртуально. Собрали для вас специально подснежники. Это вещественное доказательство того, что весна происходит. И вообще хорошие новости. Вот мы сегодня прочитали, мы сидим здесь в Евросоюзе. Вы видите нас? Мы в масках, даже в студии находимся. У нас, в общем-то, еще все достаточно жестко. Но вот, например, в Испании уже прошел намечен концерт на 5000 зрителей с разными там мероприятиями, которые будут охранять от ковида, с масками и так далее. И у вас в Петербурге запланирован на 4 июня тоже большой концерт. Вот скажите, как вы думаете, как он в этих наших реалиях состоится? И вообще что это будет? Я очень надеюсь, что ничего не помешает этому концерту, и он состоится. Сейчас еще, к сожалению, существуют ограничения. Совсем недавно сняли ограничения 50% зала, сейчас ограничения на 75%. Но время идет, и к концу мая обещают, что все ограничения будут сняты. А это будет летний концерт, который мы приурочиваем к нашему традиционному концерту, посвященному дню рождения. Вот уже 18 лет наш коллектив в конце апреля, либо 26 апреля, либо совсем рядом стоящие даты, отмечаем наш день рождения концертом в Питере и в Москве. В этом году это 4 июня. Это «The Best», это любимые песни, которые заказывают и любят слушать наши почитатели, наши поклонники уже многолетние. И это такой наш реверанс тем песням, которые уже многие годы звучали, потому что осенью мы планируем выступать с новой программой, с новым двойным альбомом. Это будут абсолютно новые песни, которые ранее не звучали. Поэтому 4 июня – это такая хорошая возможность еще поностальгировать и вспомнить, и послушать те песни, которые уже были опубликованы. Такой некий «The Best». «The Best». Светлана, мы поздравляем вас и весь ваш коллектив с совершеннолетием. Это солидно. В апреле мы знаем, что у вас день рождения. И сейчас попросим просто маленький фрагмент одной из самых любимых наших песен включить, раз уж мы заговорили о весне. Из «The Best». Да, пусть будет весна. Чтобы у нас было немножко грустное и лирическое, и очень красивая песня, мы ее очень любим. У вас много новостей, Светлана, но прежде чем мы перейдем к конкретным новостям, хочется вот такую вещь у вас спросить. У вас есть фраза такая на вашей страничке. Если бы меня попросили нарисовать на холсте символ счастья, я бы нарисовала тюльпан на фоне солнца. Суть счастья в гармонии и простоте. Как часто вы это ощущение испытываете? И что дает людям возможность быть счастливыми и что мешает? Я бы еще вот к этому тезису прибавила еще одну характеристику – легкость. Легкость. У меня даже на моей панели моего автомобиля, на магнитике, живет уже, наверное, полгода. Маленькая бабочка. Ну, как брошка, что ли, да? И это символ легкости. Это еще и напоминание о том, что этот мир невероятно хрупок и краток. И утяжелять его какими-то ссорами, какими-то тяжелыми мыслями, наверное, не стоит. И в понятие счастья я еще вот теперь и включаю понятие легкости. И я очень люблю людей, которые легкие в общении, которые щедрые. Щедрость – это тоже как проявление легкости, на мой взгляд. Можно я немножко сейчас отвлекусь, может быть, от этой темы? И если говорить о новостях, я хочу сказать о сегодняшней новости, которая касается нашего коллектива. Сегодня одному из наших музыкантов, кстати, который является соавтором аранжировки вот той версии, которую мы сейчас послушали, песни «Весна», Никите Межевича, у него сегодня день рождения. Поздравляем. Я хочу его поздравить на всю Европу, на всю Прибалтику, и сказать ему, как я очарована ему уже многие-многие годы, как я счастлива, что он сотрудничает в коллективе «Сургановый оркестр». Спасибо, Никитки, за его красоту, за его талант. Поздравляем, присоединяемся с радостью. Светлана, расскажите, пожалуйста, о новом клипе, где вы снимались вместе с Шевчуком. Олегом Горкушей и Юрием Шевчуком. Это было предложение со стороны группы «Пилот» на их песню, где действительно принимали участие все вами перечисленные прекрасные музыканты. Но он снимался таким образом, что мы не пересекались во время съемок, то есть каждому было уделено некоторое время. И то, что автор клипа собрал всех вот этих питерских музыкантов в одно полотно, и то, что я туда попала, мне, конечно, было очень приятно. Но, к сожалению, непосредственно пообщаться во время съемки вот с музыкантами не удалось. Вы знаете, мне недавно попалось интервью, чуть ли не десятилетней давности, где Шевчук говорит о вас. Ему рассказали про ваш концерт, где вы исполняли песню в поддержку, по-моему, Ходорковского. Вот они обсуждали эту тему. И он сказал так. Да, там две девушки, значит, но Арбенина, она такая попсовая, а Сурганова мне нравится. Вот ее музыка мне нравится. Скажите такой вопрос. В принципе, старинные поклонники в последнее время как-то так настороженно смотрят на то, что делает Арбенина, упрекают, что она ушла вроде бы в попсу. До этого с Лепсом, с Меладзе. Как вы оцениваете вот такие музыкальные эксперименты? Я очень положительно такие эксперименты оцениваю. У нее есть на это смелость и желание, и это классно. У меня это даже вызывает такую приятную, легкую, белую зависть. И мне очень нравится Динкин альбом «Кислород». Там есть абсолютно, на мой взгляд, шедевральные песни. Четыре мне очень нравятся. Я их частенько переслушиваю. Я вам даже больше скажу. По саунду некоторые песни из этого альбома, они сейчас вошли в список референсов, чтобы наш альбом, который мы сейчас готовим к выпуску, звучал так же хорошо, как снайперский альбом «Кислород». Светлана, вот у вас в марте прошел тур по российским городам, да? Ну, небольшой такой мини-тур, там буквально четыре города было. И это было после вот этой фактически годовой паузы, связанной с ковидом. Все ликовали, наверное, да? Это да. Музыканты, наверное, даже больше, чем поклонники. А 5 апреля проанонсирован ваш сингл «Не проходите мимо». Расскажите про этот проект, пожалуйста, на всех площадках, на всех звуковых носителях. Да что вы! Это на самом деле прямо совсем было очень неожиданное для меня предложение. И, ну как, меня попросили поучаствовать и спеть бэк-вокал композиции, которую я раньше не слышала. И мне, ну не сказать, что это было вновь, и я такие дуэты иногда себе позволяю с известными и малоизвестными артистами. Мне очень понравилось содержание, основной посыл песни. Да, который призывает к неравнодушию. «Не проходите мимо», да? Вот рефрен, основной рефрен этой композиции, который, в свою очередь, меня в очередной раз заставил задуматься о том, насколько я равнодушный или неравнодушный человек. Вот если я вижу какое-то несчастье или какую-то проблему вот прямо здесь и сейчас, может быть, на дороге, хватит ли у меня смелости, мужества, вот этой какой-то гражданской позиции вмешаться в эту проблему и постараться её разрешить. Иногда подчас, когда даже меня об этом не просят. Эта песня о неравнодушии, это очень классный посыл имеет песня. Вот если мы об этом заговорили, уместно вспомнить, что перед самым Новым годом вы участвовали в благотворительном концерте «Звуки добра», а также вы сотрудничаете с фондом Константина Хабенского и с другими фондами, поддерживаете. Что вас заставляет? Почему вы в своём таком невероятно насыщенном графике находите время и место, чтобы заняться благотворительностью? Ну, если поступает предложение тем более от уважаемых людей, которые действительно занимаются благотворительностью, я, конечно, не отказываю. И считаю своим гражданским долгом. Потому что всё, что мы можем, всё, что я могу в этом мире, это дарить красоту звука, песни их содержания и как-то морально, эмоционально, психологически поддерживать людей, которые вот в этой поддержке нуждаются. И, ну, это такая малость, такая маленькая толика того, что я могу, в принципе, сделать. Почему я не должна это сделать? Конечно, я это делаю с удовольствием. Сейчас, у меня тут заработала кофе-машина. Я немного... Да, просто я... Вы меня видите, да? Видим, видим, да. Небольшую экскурсию проведу. Я сейчас нахожусь как раз в нашем новом открывшемся недавно арт-пространстве. Замечательно. Машина-чистуля, которая вот периодически себя промывает. То есть она сама по себе заработала, да? Да, вот такой у нас там чудесный дворик, книжные полки. Пространство называется Пушкин рядом. Здесь мы уже проводили некоторые наши концерты и трансляции. Вот, это площадка для стримов, и в том числе это как небольшая студия звукозаписи. Вот наш стол управления полётом. Здесь мы как раз сейчас работаем над нашим новым альбомом, первая часть которого должна выйти в конце апреля, как раз в день рождения коллектива. Вот это небольшой наш зал, где... Белый рояль мы видим. Белый рояль, да. Камин, правда, электрический, но всё равно он создаёт чудесную атмосферу. Сейчас я стараюсь его могу... Светлана, а почему Пушкин рядом? Где территориально вы в Петербурге находитесь? Мы находимся сейчас в Коломне. Коломна. Канал Грибоедова стоил 172. Ну, мы находимся немножко по другому адресу, но я всегда, если кто-то хочет нас найти, анонсирую канал Грибоедова 174, потому что в доме 172, на доме 172 по каналу Грибоедова висит мемориальная доска, что с 1816 по 1818 год в этом доме, в этом маленьком небольшом двухэтажном фрагелёчке жил когда-то Александр Сергеевич Пушкин. И когда я подыскивала себе помещение, квартиру, чтобы из него потом сделать вот такое небольшое арт-пространство, я как раз... Вот выбор выпал именно на эту квартиру. И, конечно, у меня родилось название «Что-то будет Пушкин рядом», потому что Пушкин действительно рядом, буквально через дом. Светлана, вот вы питерский человек, да? У нас рижский вопрос к вам. Всё-таки с Ригой у вас тоже есть творческая связь, потому что спектакль «Моя счастливая жизнь» с вами и с актрисой Светланой Иванниковой был поставлен в Риге. И также много концертов. Да, и многие рижские зрители очень тепло к вам относятся. А вот наш город, вы как питерский человек, как вы воспринимаете Ригу? Может быть, какие-то любимые места, какие-то ощущения, люди? Ну, знакомство с Ригой у меня началось очень давно. Это была школа, первые классы, где-то, может быть, третий класс. Я тогда училась в музыкальной школе. И, может быть, вы помните, раньше так точно, может быть, и сейчас проходили большие фестивали хоровые, музыкальных школ. Когда ещё в рамках Советского Союза детишки из разных городов съезжались именно в Риге, это проходило. И были сводные большие хоровые, большие сводные хоры из разных-разных городов детишек, из разных музыкальных школ. И вот одно из самых вот этих первых и ярких впечатлений – это вот этот вот рижский хоровой детский фестиваль. Потом в моей жизни появилась вот Светлана Ивановна Ивановна, с которой у нас завязалась очень тёплая уже теперь многолетняя дружба, которая вот вылилась в наш совместный спектакль, наша счастливая жизнь. Я очень частенько, очень люблю гостить у Светланы Ивановны, которая меня с большей силой ещё влюбила в Ригу, с которой мы очень много провели пеших прогулок и автомобильных. И, конечно, даже был какой-то момент, что я купила небольшую квартирку в Каугари. Вот. И приезжала туда и отдыхала, и там было написано несколько песен в этой маленькой уютной квартирке, окна которой выходили прямо вот на залив, на Балтику. И на чудесные сосны. Ригу очень люблю. Ну вот спектакль «Моя счастливая жизнь», он из Риги так победоносно стартовал и прошёл по очень многим городам. И везде вас на ура встречали. В чём секрет этого успеха, как вы считаете? Это о чём? Безусловно, в том, во-первых, в той харизме, артистизме и в личных качествах самой Светланы, Светланы Иванниковой, потому что она, конечно, потрясающе содержательный человек, очень талантливая актриса. И те темы, которые затрагивались в этом спектакле, они, ну, понятны, наверное, очень-очень многим, в первую очередь, наверное, женщинам, да и мужчинам. Это спектакль о жизни, о взаимоотношениях, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями. Очень многослойный спектакль и очень живой, конечно, благодаря чудесному вот этому, фактически монологу, часовому монологу Светланы Ивановны. И ваше участие в этом спектакле тоже незаменима, скажем так, да? У меня, наверное, как эта вишенка на тортик. Оно очень небольшое там участие, но я надеюсь... Очень важное. Этот спектакль, да, привносит такую причинку. Мы надеемся, что мы еще увидим этот спектакль и не раз. Да, я его очень люблю, тоже надеюсь. Недавно совсем, буквально там два дня назад мир отмечал Всемирный день театра, поэтому мы вас поздравляем. Ну, чуть-чуть позже, да, но все равно. Спасибо. Скажите, вот у вас много театральных проектов? Начали считать где-то семь, минимум насчитали, может быть, и больше, да, помимо вот... Нет, мне кажется, это немножко преувеличенные данные. Вот. Их не так много было. Смотрите, это плавание, спектакль по Бодлеру. Да. Да, это вот «Моя счастливая жизнь». Это два поэтических спектакля, которые были сделаны совместно с Кирой Левиной, питерским поэтом отношений. Вначале было слово. И спектакль с Вениамином смехом «Веселое имя Пушкин». Собственно, вот и все. Не так много. От Пушкина никуда не уйти. А как с Шекспиром? Вы согласны, что весь мир – театр? С этой его знаменитой цитатой. Знаете, чем дальше живу, тем больше нахожу подтверждение и справедливости этого высказывания. Действительно, весь мир, вся жизнь, вся жизнь и весь мир – спектакль. Ну, единственное, что отрепетировать нам не разрешают, а надо сразу выходить на сцену и на чистую играть. Светлана, а у вас вышла книга «Всё сначала». Кстати, мы проверили, она продаётся у нас в сети латвийских магазинов «Полярис». Её можно купить «Всё сначала». Светлана Сурганова. Вы рассказываете там о жизни, в общем-то, о своей. А есть ли у вас какие-то моменты, которые вам хотелось бы переиграть, если бы была такая возможность? Есть некоторые, несколько эпизодов, которые, конечно, я бы с удовольствием, о которых я бы с удовольствием забыла бы или бы исправила. И один из них – это касается одной очень пожилой собаки, которую я, ужас, прямо до сих пор стыдно, невероятно стыдно. Я, в общем, обошлась с ней неласково. Я её как-то вот ударила, что ли. Пёс очень назойливо громко и долго лаял, и был какой-то неуёмный, но очень пожилой. И я позволила себе его ударить. И я не могу себе… Я по груб жизни никогда себе этого не прощу. Вот этот эпизод бы я, конечно, бы подправила в своей биографии. То есть, сих пор я никогда не повышаю, не поднимаю руку на животных, да и вообще на людей. Ни на что живое. Комара не могу убить, просто смахиваю. Такая книга, в которую вы включили и дневники, она потребовала большой степени откровенности. Скажите, страшно вот так себя нараспашку показывать? Ну, я надеюсь, что это та степень распашки, которая не переходит в порнографию. Всё-таки я надеюсь, что это скорее высокая эротика. Мы напоминаем, что книжку можно купить в книжных магазинах «Полярис Береги». Они открыты и работают, так что спешите. Вот мы говорим о том, что страшно, не страшно, нараспашка. Как вы относитесь, например, к социальным сетям и к тому, как сейчас, в общем-то, большинство людей нараспашку там себя выкладывают, выписывают, раскрываются? Честно говоря, мне соцсети неинтересны, и я к ним не имею никакого отношения. Как бы меня не упрашивали и не убеждали тот же директор нашей группы, который говорит, что без этого сейчас совершенно невозможно, сейчас всё переходит в соцсети, и там надо быть, и вся информация там. Не могу, не моё. Я совершенно не публичный, по сути, человек. И мне некомфортно себя показывать. Мне кажется, это идёт какое-то посягательство на мою территорию, на моё личное пространство. Я не хочу этим делиться. Если у меня будет повод, действительно настоящий повод что-то выдать в пространство, а это может быть как выход книги, спектакли, или запись альбома. Да, я этим поделюсь. Но какие-то свои бытовые, повседневные вещи выкладывать на общее обозрение я не могу. А вот связанный вопрос. Вот смотрите, вы говорите, выход книги, подготовка спектакля, запись альбома. В принципе, это творчество требует очень много времени и души. И в то же время, в нашей реальность, какой-нибудь тиктокер или ютубер, набирает миллионы просто просмотров и миллионы своих рублей на каких-то пустеньких, незамысловатых сюжетах. Вот ваше отношение к такому явлению, как вот этот видеоблогинг? Ну, мне кажется, это отчасти засоряет пространство. Если это без поводов, если это не несёт за собой какой-то интересной информации, какой-то знаковости, это всё отнимает время, это засоряет пространство, это может произойти просто зашлаковка. любой орган, если его неправильно использовать, например, почки, печень, если его с конца пичкать какими-то недоброкачественными продуктами, он рано или поздно просто откажется работать. Вот. Информационное поле – это тоже некий орган. Его зашлаковывать, ну, по крайней мере, я, я сейчас говорю только о себе, о своей позиции, да, я считаю неправомерным. И мне кажется, надо быть очень избирательным в том, какую ты информацию употребляешь, и очень избирательным в том, какую ты информацию продуцируешь. Вот мы совершенно с вами согласны. А скажи, вот у вас на странице ВКонтакте есть в статусе слова из вашей же песни. «Кладу на музыку слова, а кто меня об этом просит? Как снег с дождем меня заносит, неразгребаема тоска». Вы начали музыку писать с 14 лет. С чего ваши песни вообще начинаются? Вот знаете, вот поделитесь немножко с нами. Алхимия какая-то должна случиться в голове, в сердце, что-то торгнуть должно. Как чаще всего это именно у вас? Торгнуть. Да. Ну, когда мне... Простите, что я, может быть, обобщаю, но если мне задают подобные вопросы, у меня почему-то сразу вспоминается вот эта маленькая притча или эта анекдота о том, как мальчика, который умел летать, стали с пристрастием допрашивать и просить рассказать, как он это делает. Ну, расскажи, как ты летаешь. Ну, расскажи, как это у тебя получается. Вот. Мальчик после многократных просьб всё-таки рассказал, поделился своим секретом, рассказал, как он летает. И после этого перестал летать. Больше у него это ни разу не получилось, взлететь. Поэтому говорить об вот этой алхимии, как зарождается песня, мне кажется, это немножко... Тайна сия велика есть. Это такое тайство, которое, во-первых, оно у каждого автора абсолютно своё. И то, что торкает меня, например, абсолютно не торкнет, например, Юлия Юлияновича, да, или Вячеслава Бутусова. Вот. То, что это... Вот пусть это остаётся тайной. Это на самом деле, наверное, самая большая вот эта притягательная сила, которая и держит внимание, которая вот и позволяет обращаться к той или иной песне много-много раз или там в течение многих лет. Пускай это будет, пускай это останется тайной. Пускай останется. Когда бы вы знали, из какого сора? Это вот строчки... Столько раз на стихе. Вот Ахматова всё сказала. Когда бы вы знали, из какого сора? Вы любите Ахматову и часто её читаете. И вот у вас есть записи, есть вечера, на которых вы читали, и Ахматову, а также композиции на стихе Броско, Гмилё, Цветаева, Лорки, кстати, да? За рулём машины вы написываете стихи. Вот расскажите, даже не знаю, как вопрос-то сформулировать. Что для вас поэзия? Чем она близка музыке? Человек, который покупал творческое пространство в соседнем доме. Да, с Пушкиным. С Пушкиным. Да, это, конечно, тоже был знак. Что для меня поэзия? Поэзия – это дыхание Бога. Через поэзию Бог разговаривает с нами. И в поэзии заключена мудрость и музыка одновременно, и красота. То есть вот ни одна проза, наверное, какая бы она талантливая ни была, наверное, не сможет в такой вот лаконичности свойственной поэзии, такой ритмичности, да, которая поэзия переняла у музыки и мелодизм, не сможет передать вот палитру чувств. Это, конечно, чувственная, так скажем, чувственная сторона нашей жизни, которая облекается вот в словесно-ритмическую некую конструкцию. Не знаю, поэзия – это для меня Бог. Для меня есть несколько богов. Для меня Бог – вода, для меня, конечно, Бог – музыка, и для меня Бог – поэзия. Светлана, а вот вернёмся на нашу грешную землю. Например, ваше отношение к Моргенштерну как к музыканту и как к явлению. Это самый популярный человек в России по статистике, по количеству запросов в интернете и рассматривает вот это уже как социокультурное какое-то явление. Знаете, я вас, наверное, может быть, огорчу или удивлю. Я не слушала ни одной композиции. Я слышала это имя, его так сейчас часто произносят, я не знаю ничего о нём, и я его не слышала. Но вот после нашего интервью, наверное, я всё-таки сподоблюсь и какой-нибудь трек послушаю, потому что вокруг столько шумехи. Ну, говорят очень много о них. Интересно, вот интересно было бы, да, ваше мнение. Хорошо, я его сформулирую. Давайте вот... ...и поделюсь. Такой небольшой вопрос, мы не можем его обойти. Минувший год у нас прошёл под знаком запретов, изоляции, страхов всевозможных. Каким лично был для вас этот пандемический год? И какие, может быть, плюсы вы там нашли, не только минусы? И какие уроки он нам должен принести, на ваш взгляд, этот год? Ну, я начну сразу с уроков, потому что я уже говорила о том, что для меня стал год пандемии. Для меня это был просто один из плодотворнейших годов за последние, не знаю, ну, не побоюсь сказать, там, пятилетия, десятилетия, может быть, даже. Вот. А если говорить об уроках, мне кажется, нас пандемия научила или напомнила о том, что счастье есть в сосредоточении. Мы в жизни очень много позволяем себе суеты, мы без конца куда-то едем, мы без конца пользуемся девайсами, которые делают наше мышление ещё более клиповым. мы очень разрознены в плане своих мыслей. Пандемия, мне кажется, и вот этот локдаун всё-таки помог и напомнил нам о том, что надо чаще находиться собственными мыслями и сосредотачиваться на чём-то одном, на своём деле жизни, на своём возлюбленном, на своём ребёнке, на своём предмете, который бы ты хотел более глубоко изучить, на сосредоточении счастья в сосредоточении. Вот для меня кажется основной урок пандемии. Светлана, а что в трудные минуты, которые, конечно же, убывают у всех, что вас лично поддерживает больше всего? Музыка, люди, природа, что-то есть такое? Лайфхак какой-то от вас, в общем-то. Лайфхак? Да. Ну вот как раз лучшим вдохновением для меня является минута сосредоточения, когда меня ничто не отвлекает, например, от интересной книги. Может быть, это напечатанная книга, или, может быть, это аудиокнига, которую я слушаю. Это возможность заниматься музыкой, погружаться в какое-то произведение, анализировать, например, «Десятая симфония» Майлера, слушать её с полным сосредоточением. Для меня вот это счастье, возможность такого погружения во что-то тебе очень важное и интересное. А книги, вот вы сказали, книги из последнего, что интересное вы как-то освоили, или что сейчас читаете? Я больше слушаю, поскольку всё-таки приходится много проводить время за рулём или нет возможности, например, вот нет возможности купить, спрашивала и в «Букинисте», и в «Азоне». Мне сейчас интересно работы Василия Розного. Вот. И уединённое я прослушала в аудиокниге, и люди лунного света сейчас, но, к сожалению, вот не все эти книги можно купить в печатном издании, и я их с удовольствием слушаю, как аудиокниги. А почему такой интерес к Розанову у вас возник? Скажу, наверное, скорее случайно, потому что я услышала это имя в одной из бесед. У нас, может быть, вы тоже видели какие-то программы, ещё не поздно, Николай Солодников ведёт, отснял огромное количество интервью с очень интересными людьми. И вот в одной из беседий, где несколько человек рассуждали о современной литературе, о литературе Серебряного века, вот прозвучало это имя Василия Розанова. И я поняла, что я ничего не знаю ни о нём, ничего не знаю из его работ. И я приобрела несколько вот этих книг в Литресе и стала слушать. Большим интересом поняла, что это вот сейчас на данный момент это прямо вот мой автор. Слушаю его с большим удовольствием. Светлана, а вот у Вас есть коллекция этнических инструментов, собранных в разных местах. Португальская гитара. Давайте вот Вы расскажите, чтобы я не перечисляла. Они у Вас есть в Вашем пространстве, вот сейчас где-то под рукой? Я ещё, к сожалению, старой студии не привезла в новую. Здесь эта коллекция не представлена, она пока осталась ещё на восьмой советской. Вот, но мои поклонники, зная моё пристрастие, мою симпатию к разным этническим инструментам, мне подарили, успели подарить некоторые, я бы даже, знаете, сказала бы, собрание сочинений, перкуссионных инструментов. Вот я сейчас, если меня хорошо видно, мы видим барабаны. Увидите полочку, На ней стоят разные конги, бонги, южноафриканские инструменты, причём это не сувенирная продукция, а это настоящие инструменты, вручную выполненные, которые по-настоящему звучат, прямо вот целая коллекция. Есть у меня такая поклонница, Олечка Трубникова, она увлекается этой темой и делится приобретёнными инструментами вот со мной. И сейчас в Пушкин рядом есть вот эта коллекция перкуссионных инструментов. Это такое, как напоминание о каких-то путешествиях. А вот, Светлана, когда отменят карантины, откроют границы, скажут, что всё, вот все мы свободны, что вы сделаете первым делом? Первым делом? Ну что, я сяду за руль своего любимого автомобиля и поеду в Ригу. Ой, это здорово. Ну честно, это первое, что я сделаю. Я приеду в Ригу. Мы вас уже начинаем ждать и будем туда посылать запросы, чтобы скорее всё открыли нам, да, наверху, там совсем наверху. Я очень этого жду. Светлана. Я очень соскучилась. Светлана, а давайте тогда вот уже наша программа к концу подходит. Мы начали с тюльпана на фоне солнца, как вы бы нарисовали символ счастья. Давайте продолжим этот вопрос. А как бы вы нарисовали на холсте любовь? Ага, ну вот, тоже солнце, но теперь на фоне солнца вот эта вот бабочка, потому что, конечно, в любви, в любви обязательно нужна лёгкость. Любовь умирает, когда исчезает лёгкость во взаимоотношениях. То есть взаимные претензии. Лёгкость – это такая податливость, такая уступчивость и такая деликатность. Вот что я вкладываю в это понятие, да, чтобы вы не подумали, что лёгкость – это какая-то легкомысленность. Да, смена партнёров, там ещё что-то какие-то совершенно для меня невозможные вещи. То есть не предъявлять претензий. Да, принимать с лёгкостью, с благодарностью, с пониманием. Ну вот, наша программа подошла к концу, к сожалению. Мы благодарим вас за весеннее настроение, за вашу музыку, будем ждать вас в Риге и будем ждать ваш новый альбом. и вообще всё, что вы представите нашему пространству. Ну и в заключение, Светлана, пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям, потому что, ну как, духоподъёмное у нас получилось интервью, потому что я говорю, что мы здесь все в масках, на карантине. я могу пожелать, не забывать, что все неприятности рано или поздно закончатся. Обязательно нужно жить в предвкушении вот этих чудесных, прекрасных, позитивных перемен. всё будет хорошо. Спасибо. Оля, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok